Голод Главная, основная задача, которая была поставлена, и эта задача выполняется Мы собрали факты о мобилизованных из разных уголков России Осталось разобраться, в каких условиях на самом деле служат так называемые чмобики И есть ли жизнь после мобилизации Давайте откроем матрешку и узнаем Конец сентября Дагестанцы протестуют против мобилизации Из шумной толпы вырвается мужчина, который сражается с полицейским Мужчина настолько не хотел отпускать сына на войну в Украине, что подорвал себя вместе с правоохранителем Непонятно только почему Гойда! Это ведь священная война А служить во второй армии мира так престижно Да-да, у российской армии все идет по плану А сотни тысяч бегущих от мобилизации россиян просто какие-то балованные неженки Вот и бывший кадет, а ныне директор православного канала Борис Корчевников Искренне не понимает, как можно отлынивать от службы За тебя идет умирать русский солдат И вот теперь посмотри на этого умирающего за тебя человека Посмотри на него и пойми, что он за тебя отдал свою жизнь И вот подумай теперь, что же такое тогда наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее даже не люблю Наверное, и правда не любишь, раз до сих пор не в окопах Эх, Боря, столько лет в профессии, а все равно переигрываешь Какая-то православная истерика получается А ведь и правда, почему не пойти служить? Армия укомплектована, всего в достатке, воюй не хочу А почти сто тысяч двухсотых К этой издержке режима, так сказать Бурятии простились с Цебекжапом Бадмаевым В Веслане прощались с Черменом Мисиковым 24-летний гвардии сержант Солбон Тагонов Погиб уроженец села Алча, Красноярского района Похоронили Максима на родной земле со всеми воинскими почестами А так министр обороны Шойгу инспектирует мобилизованных Они активно выполняют какие-то задания, стреляют Только стреляют как-то интересно, без рожков, с патронами Для широкого круга это может быть и есть И является секретом для нас нет Наверное, новая тактика второй армии мира А еще вместо автоматов и гранат можно выдавать носки Это подарок правительства Когда все в дефиците, какое там оружие Каждый носок на вес золота К теплым носкам не хватает только традиционного русского тулупа Ну или ватника Недавно в Госдуме предложили именно ватники и выдавать мобилизованным Они лучше справляются с морозами, чем современная форма Депутат Госдумы Андрей Колесник А ведь ватники одевали под кольчуги и доспехи еще рыцари Те самые рыцари, что ходили в крестовые походы Сражались на турнирах и в кровопролитных битвах Идея с ватниками, придуманная самими ватниками, кажется очень логичной Будут как в средние века сражаться В ватниках и с палками вместо оружия А так выглядит учебная часть в Ялане Свердловской области Сюда даже носков и ватников пока не завозили Ни автоматов ничего не одели, ни обули Там половина с похмелья, они вообще старые, они в зоне риска И тут скорая должна дежурить С такой подготовкой громкие заголовки газет не заставили себя ждать В учебном центре Минобороны Ялань погибли трое мобилизованных Это подтверждает и депутат Государственной Думы Максим Иванов Один мобилизованный умер от приступа Другой совершил самоубийство Третий восписали и отправили домой Где он сразу умер от цирроза печени В Ялане выжившие чмобики хоть маршировать учатся А вот в Якутии все намного серьезнее Прямо на плацу стоит сцена И полным ходом идет подготовка к самой кровопролитной войне за последние 80 лет А вот как выглядит якутский набор мобилизованного Местная администрация вручила солдатам автомобильную аптечку Упаковку прокладок И шоколадку Да уж, не хватает только пачки презервативов и билета в автокинотеатр А это Норильск Здесь мобилизованные тоже чувствуют себя отрицательно отлично Живут на улице, жгут костры Температура воздуха в октябре около нуля градусов Ночью до минус двух Романтика Вопрос, где палатки? Вот где? Люди минимум два дня здесь, уже двое суток здесь находятся Будущие двухсотые и трехсотые даже пытаются занимать автобусы, на которых их привезли Чтобы не оставаться ночевать в чистом поле Здесь хотят оставить, мы сейчас вот эти автобусы пытаемся занять Чтобы их никто не... Один автобус Здесь, вот здесь, находиться, вы что, совсем что ли? Я просто... На подобные условия попытался жаловаться нижегородский военный Александр Лощенкин Видите ли, солдату не понравилось, что их заставляют спать в неотапливаемом автобусе и покупать еду за свои деньги На это отреагировала чиновница из городской администрации За нарушение воинского устава шваркнут вас с первым же снарядом, либо отправят домой как дезертира И будут поливать вас грязью Разговор окончен, солдат Вот она, настоящая мощь русских чинуш Поэтому мобилизованные из Новосибирска решили не высказываться, а то еще снарядом шваркнут Они просто забирают еду через забор у своих родственников, как животные в зоопарке А вот омским призывникам так не повезло Они тоже греются у костров, но едой солдатам и не пахнет В обед обещали, пока не покормили Люди замерзли, то есть греются Тушенку, гречку, то есть все греют Автор видео жалуется, что вся военная подготовка – это постоянные построения Непонятно только, что его удивляет Вы же русская армия, нужно уметь стоять по стойке смирно Некоторые парни 30-50 тысяч потратили на то, чтобы себе формовку купить, сапоги, экипировку и так далее Ничего, сдача за покупку военной формы чуть позже родственникам придет Ну или машиной заберут, как им больше нравится А это тоже Омск, но здешним мобилизованным повезло гораздо больше Царские условия Вот это вот распалага Ну, чтобы ты понимал, сегодня мы спали с одной буржуйкой А такую распалагу, одну буржуйку она ни х** не поможет Половина попростывала, пацанок Отойдешь просто от палатки, хотя даже в буржуйке украдут Так вот, где русские военные воровать научились Теперь сложно отличить, где мобилизованный зэк, а где профессиональный военный Но это и хорошо Один народ все-таки Чего сеет рознь? От нас вы не будете отличаться ничем Вам такое же отношение Не зря в Дагестане так креативно подошли к призывной кампании Как говорится, лучшей армии – лучшая реклама Уважаемые граждане города Дербента Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента Весьмей, парамор и военный Получается, в Дербенте призывают всех Пятилетних детей, седовласых старцев и даже недееспособных Они тоже граждане Вы мне скажите, что это за идиоты Всем гражданам мужского пола Срочно прибыть в военный комиссариат При себе иметь военный бед Вы что, дебилы? Однозначно да Они ведь забыли о женщинах Тем более, что в Якутии как раз выдают такие нужные средства личной гигиены А это москвичи Правда, какие-то они балованные Видео снимают, жалуются чего-то Одним словом, бунтуют Температуры Люди болеют Пневмония Заболевания У всех температура В практике сминаются Пальсцент У большей части состава нет ни каток, ни бронежилетов Ну ладно, у меня оружие В первый день, как только мы приехали сюда Мы жили на улице И во второй день И в третий Ну вот в таком пиздеце Трое суток Еды нет Воды нет Все добываем в деревне Здесь не отопление Ничего Спим на голом полу Больше половичного состава С остроспираторными заболеваниями Бронхиты Воспаление легких Ивриты Антрозы Остеохондрозы Половина вещей личного имущества Стала Разворована Условия в духе великой и могучей Это мы уже поняли А что с зарплатой, бойцы? Солдат спит, а денежка на карточку идет? Никак официально не оформлено Заработная плата банковских карт, счетов Не открытой, не активирована Раскидывают По лесам Мы жили шесть дней В окопах, которые сами вырыли Так мало того, что есть не дают Зарплаты нет Так еще и пострелять не дали Из Москвы уехали 11 дней назад Сколько раз ты стрелял? Один Три башка А какая у тебя специальность? Вуз Вот весело москвичам А то сидели бы в своих скучных офисах А так Священная война Шанс мужчинам доказать, что они мужчины Не только потому, что они умеют пользоваться Своими первичными плавными признаками Но еще и являются таковыми по сути Русская армия дошла до того, что солдаты пытаются грабить Нет, не украинцев А своих же В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны Избитыми оказались около 20 дедов Даже сотрудники МВД и военная полиция приезжали Вот это уровень Ну а потом еще и скорая Двух мобилизованных мужчин увезли из воинской части в Подмосковье в прединфарктном состоянии А тем временем в Госдуме отозвали законопроект о помощи мобилизованным У них ведь и так все на мази Проект закона предполагал введение одновременной выплаты в 300 тысяч рублей Причины такого решения неизвестны Да известна причина Она всего одна Денег, как известно, нет Зато в Кургане акцию устроил мясной магазин Каждому мобилизованному по килограмму сала в подарок Красота! Если ты получил повестку, можешь прийти и получить килограмм сала Ну вот сало поедят, может и здоровее будут А то смертность мобилизованных еще до того, как они доедут на фронт Скоро будет превышать военные потери в бою Восемь мобилизованных погибли, не доехав до Украины В Тюменской области скончался мобилизованный Двенадцатый мобилизованный умер на сборах Ну а пока не сыграл в ящик, русский чмобик должен обязательно покуролесить Наверное, новая армейская традиция Так жители Серпухова пожаловались на мобилизованных из местной военной части Они просто сметают со всех прилавков все бутылки водки И не только, все, что горит, так сказать, все напитки Напиваются, естественно, до неприличного состояния В этом состоянии эти люди ходят по форме Если им делается замечание каким-либо офицерам Они посылают на три буквы Отвечая, что меня посылают на смерть Когда впереди верная смерть, а государство бросило тебя на произвол судьбы Наверное, правда, все, что остается, это напиваться И ждать пресловутый черный пакет В таких условиях украинский плен покажется настоящим курортом Скажите, сколько россиян с начала работы вашего проекта Позвонили и смогли сдаться в плен? Ну, на данный момент, с момента старта проекта Уже порядка трех тысяч обращений Путину все равно, как погибнет русский солдат Это приятное занятие От холода и голода в чистом поле Или от украинского хаймарса на передовой Главное, чтобы режим выстоял Главное, чтобы жила великая Россия А бабы русские еще нарожают Редактор субтитров А.Семкин